Жили караимы. Друзья, справа обратите внимание, какой домик. Да вообще, горы всегда были человеку нужны, даже первобытные люди искали себе навесы и жили именно под защитой гор. Это была и защита от непогоды, и от зверей, и от таких же, как и они. Вот поэтому здесь у нас тоже найдена стоянка первобытного человека эпохи Меолита. И, друзья, вот посмотрите, справа вот эта расщелина небольшая, вот как раз то место, где нашли стоянку первобытного человека. А если обратить внимание на эти скалы, которые справа, то видно, что там есть вырубы, как раз там держалась крыша, и был загон для скота. Итак, друзья, мы сейчас с вами проедем по старому городу. Я не имела возможности вам рассказать, когда мы ехали. Я надеюсь, все хорошо покушали. Все в порядке, замечательно. Вот, добрый турист, это сытый турист, что говорит. Вот, и посмотрите, пожалуйста, мы сейчас едем вот теми местами, где начинался город. И староселье у нас называется Салачик, что переводится Старый город. Ну, вгрызаемся в скалы, все равно строимся. Вот это и есть Старый город Бахчисарай. Конечно, когда здесь побывал Пушкин, это был совершенно маленький домик, маленький городок. Вот именно только в долине речки Чуруксу. В долине речки, как я говорила, были кожевенные заводы, а также были и мельницы водяные, да, которые мололи зерно на муку. Друзья, раньше было несколько, вот десятка в мечети, сейчас осталось только четыре. Но вот одна из тех, из 17-го века мечеть сейчас у нас слева. Она называется Тахталы Джами, последняя мечеть. Сейчас здесь Мектебе. А Мектебе – это школа для девочек. Существует Медресе – духовная школа для мальчиков, и Мектебе – школа для девочек. Вот сейчас мечеть нам видна, Тахталы Метресе, то есть здесь находится школа для девочек. Слева буквально рукой можно было попробовать. И вот справа сейчас, смотрите, какие домишки, мой дом, моя крепость. Что там за забором не видно, но охотно поверишь, что им уже по 500 лет. У нас только они уже ветхие, эти дома. Но, тем не менее, в них живут люди и восстанавливают, и действительно, эти дома еще имеют права жить. Ну что ж, мы сейчас с вами снова увидим дворец. Дворец Азнаминовый, две больших башни. Это минареты Большой Ханской мечети. Вот обращайте внимание, слева мы проезжаем Большую Ханскую мечеть и Бьюг-Хан Джами и Бьюг-Хан Сарай. Вот он, дворец, который мы посетили. Татарка, вот эта черепица, которую раньше вообще на колени делали вручную. Ну и сейчас мы ее заменяем более стойкими материалами, но точно она выглядит так же. Ну вот и подняли этот скандал, что мы мечеть, то есть что мы дворец, не так реставрируем, как надо. Друзья, впереди у нас еще одна мечеть. Это серединная мечеть, Артаджами ее называют. То есть серединная мечеть в советское время здесь был универмаг, то есть мечеть превратили в универмаг. Ну а потом уже после 90-х вот слева одна из ведущих мечетей Артаджами, то есть серединная мечеть. Но не думайте, что здесь сейчас нету православных храмов. Представляете, монастырь, который еще дальше нашего кафе, Успенский монастырь Бахчисарайской Божьей Матери, существовал все 300 лет, пока здесь было Крымско-Татарское ханство. И было еще четыре церкви христианских здесь, в Бахчисарае. То есть не было особых гонений на христианскую веру. Правда, монастырь был не очень уж широк, там было несколько монахов, но тем не менее, отправляясь в набег, Крымско-Татарский хан посылал деньги на толстую свечу русскому богу, как говорилось. И вот слева вы сейчас видите вот эти горы, которые поднимаются, и тропиночка небольшая слева, вот она пошла вверх. Друзья, это и есть тот торговый путь, длинная дорога из Бахчисарая, которая вела этот путь, который вел аж в Карасу-Базар, где продавали молодых девушек в гаремы, молодых мужчин на галеры или на камнелуме, и женщин в услужении, женщин где-то в поле или же в хозяйстве. Итак, мы с вами сейчас выезжаем из Бахчисарая. И при выезде из Бахчисарая с левой стороны вы увидите парк миниатюр. Во-первых, там все известные и знаменитые археологические сооружения Крыма, но уменьшенные в 30 раз, друзья. И вот сейчас мы увидим так издалека, конечно. Ну а потом бахчисарайцы устроили здесь и парк мультяшных героев, и зверинец контактный небольшой, где можно погладить козочку или хрюшку. То есть это городской парк, городской сад. Бахчисарай своеобразный город, очень приятный. Вы сами убеждаетесь в этом, и еще очень-очень гостеприимный. Вот сейчас вы увидите парк миниатюр. Слева Бахчисарайский парк миниатюр. Сейчас он впереди. Но еще вот сейчас буквально справа памятник. Памятники Своилу Гаспринскому. Это лидер крымско-татарского народа. Ну любуйтесь мультяшными героями, а там вдали видны белые сооружения. Это вот макеты все. Есть там и ласточки на гнездо, есть и бахчисарайский дворец, есть и леводейский. На обратном пути я точечно вам буду что-то говорить, потому что много уже кричала по дороге сюда. Но тем не менее, самое интересное хочу вам показать. Ну и еще мы сегодня вам немного расскажем и про Севастополь, потому что мы будем непосредственно вблизи от него проезжать. То есть мы возвращаемся с вами другой дорогой. Почему именно бахчисарай был избран для столицы? Да потому что здесь протекала река, потому что есть здесь равнины для огородов, для садов, потому что горы прикрывают от непогоды. Ну и, конечно, потому что здесь можно построить город. То есть это большое такое пространство. И действительно, сейчас это районный центр в Бахчисарай, город, в котором 48 тысяч населения, 48 тысяч человек. Население, то есть совсем маленький, да и бахчисарайский район не очень большой. Люди в основном занимаются сельским хозяйством, садоводством, то есть работают на садах. Здесь чудные персики растут, яблони, груши, сливы. Я уже говорила, ждем первую черешню где-то в мае, она будет слива. Ну и, конечно, играла близость то, что близко был город Акмечеть. Акмечеть, это не... Или Асмеджель мечети, это нынешний Симферополь. На его месте сейчас стоит Симферополь. Ну что ж, друзья, прямо уходит дорога на Симферополь. Там хорошо, но нам туда не надо. Мы сейчас с вами поворачиваем на Ялту. Симферополь Акмечеть, Субтитры делал DimaTorzok Обращайте внимание, что горы совершенно другие, не такие, как в районе Ялты, в районе Мрии или гостиницы Ялта, а еще эти горы имеют ровные рядочки сосен. Вы знаете, это государственная программа 50-х годов, весь Крымсад, так называлась эта программа, и тогда выезжали сюда заводы, фабрики, студенты и садили лес, особенно восточный Крым, на горе Айпетри, ну и конечно здесь, вот в этом тридгорном Крыму. Лес прижился, это позволяет теперь эти горы от разрушения оберегать, ну и конечно меньше пыли, все-таки выделяют кислород эти замечательные наши леса. Ну и друзья, я упоминала, что трасса Таврида будет проходить аж на Симферополь, и мы сейчас, вот возвращаясь, проедем именно по тем местам, где пройдет трасса Таврида. Все-таки за эти четыре года у нас в Крыму очень много сделано, это прежде всего мост, который буквально откроется 7-9 мая, это конечно трасса Таврида, которая семимильными шагами строится, это аэропорт, вы улетать уже будете из нового аэропорта, замечательный аэропорт, прилетали уже, наверное. Это такие грандиозные проекты, трудно их переоценить, естественно, но дойдет дело и в Вахчисарае, а пока что вот справа мы видим, готовится строительство трассы Таврида. Если бы мы отсюда где-то повернули на запад, то уже дальше было бы береговое, угловое, вот такие вот села, потом Новофедоровка, Николаевка, Саки и Евпатория, то есть отсюда не так далеко. Вот уходят дорожки в другие края направо, но впереди нас уже ожидают горы, которые мы переехали, когда мы направлялись в Вахчисарай. Вахчисарай 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 Продолжение следует... 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 И французы, французский посол Грав де Монсегер, австрийский император Иосиф инкогнито сопровождали Екатерину в этом путешествии. И нужно было показать, что Крым уже и юг Украины уже освоен. И вот таким образом едет поезд Екатерины. Кстати, выехали 2 января 1787 года из Москвы, а приехали в Крым в мае. Две недели Екатерина ходила еще, то есть путешествовала по Крыму, а потом уехала снова в Москву. Вы знаете, это подвиг со стороны Екатерины был, потому что ей уже было почти 60 лет и недуги ее одолевали, но тем не менее она с честью этот путь на пользу прошла. Ну а Потемкин, вы знаете, это был еще тот фокусник. Две ночи Екатерина отдыхает в Бахчисарайском дворце, где мы побывали. Мы на второй этаж не ходим. Очень слабые перекрытия. Вот как раз на втором этаже и были покои императрицы. И рано-раненько выезжает она в Севастополь. Поезд Екатерины это огромный поезд. Он на полтора километра растянулся, потому что это было 38 карет. Это воски, более 60 штук. Это секретный обоз Матемкина с провиантом, со стройматериалами. Вдруг надо мосты строить или деревню изобразить. Вот поэтому это был огромный поезд. Но путешествовали только в дневное время суток. Ну а потом вот так чисто в поле или в саду разбивался временный дворец Екатерины. И императрица и ее челеть отдыхали. Так вот рано утром приезжают в Севастополь. Чайный павильон разбит при входе в бухту, вернее на возвышенности. И Екатерина испила чаю, ее гости тоже. И в какой-то момент Матемкин дал знак. Падают трапировки чайной беседки. И перед глазами Екатерины и ее ошеломленных спутников стоит флот и город, которого и не было раньше. Вы знаете, описывают очевидцы, что на губах Екатерины играла довольная улыбка. Граф Монсигюр что-то судорожно искал в своем портфеле, а австрийский император так сцепил зубы, что жулаки ходили под кожей. Конечно, это не могло понравиться. И поэтому Турция не может успокоиться с тем, что потеряла влияние в Черном море, потеряла Крым и ищет союзникам. Как вы думаете, кто пошел союзниками к Турции? Те же, что и сейчас. Англия, Франция, ну и королевство Сардиния. Я вам о нем говорила. Ну а Севастополь строится. Строится флот. Приезжают сюда жены, приезжают невесты. Просто обузы невесты идут в Севастополь. И Севастополь строится и становится действительно той цитаделью. Ну а потом Александр I, потом война с Наполеоном, ну а потом Николай I, который и не собирался быть императором. Армия устаревает, вся Европа уже воюет нарезным оружием, все еще платкоствольным, уже пороховые ядра у нас еще железные. Ну и так дальше. То есть Россия не готова к войне, а Турция собирает союзника. Вот в середине 19 века идут на Россию, но идут на Севастополь. Севастополь. Когда Потемкин инициировал Севастополь строительство, он говорил следующее. Кто владеет Севастополем, тот владеет Крымом. Кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем. Представляете, до сих пор эти слова актуальны. Поэтому куда идут вот эти войска? Да французы и англичане высаживаются в Юпатории, турки в Форосе, идут прежде всего брать Севастополь. Севастополь не готов к войне, но тем не менее стоит 9 месяцев в осаде. Четыре больших сражения. Альминское, Чернореченское сражение, Инкерманское сражение. Мы как раз подъезжаем к местам Инкерманского сражения. Или Балаклавское сражение. Издали Балаклавы я вам тоже покажу. И вот, друзья, как раз мы сейчас с вами и на подступах к Севастополю. Это была Крымская война, середина 19 века. Через 90 лет буквально, в 1941 году, на 40 минут раньше, чем везде над Севастополем, уже были замечены немецкие самолеты, которые сбрасывали глубоководные бомбы, магнитные бомбы на бухты Севастополя. То есть Севастополь всегда оставался ключевым городом. Таким остается и до сих пор. Я понимаю, что очень тесный график, жесткий график экономического форума, рабочая площадка, не дали возможности съездить в Севастополь. Но, тем не менее, друзья, я думаю, что это не первый и не последний ваш приезд в Крым. И обязательно вы побываете в этом замечательном городе, городе Севастополь. Мы будем объезжать его, потому что по-другому нельзя. Ну, а пока что наблюдаем за весной в наши окна. Вот проезжаем речку Пельбек. Севастополь Крым Крым Продолжение следует... 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 Продолжение следует...